Заседание комитета жилищно-коммунального хозяйства городской думы Читы. Сегодня депутаты глаза в глаза встретились с подрядчиками ремонта федеральной программы «Тысяча дворов». Со всеми подрядными организациями ведется претензионная работа, начисляются штрафные санкции за упущение сроков. Претензии все размещены в ЕИСе, в общем доступе может каждый ознакомиться. С подрядчиков были собраны графики выполнения работ. Все подрядные организации абсолютно заверили нас, что работы будут окончены до 30 октября. Этот строительно-ремонтный фарс, как программа «Тысяча дворов» в 2022 году в Чите, должен закончиться. Вроде бы и все, можно расходиться, но нет. Оказывается, бордюр, который крошился в руках Марины Поповой, внезапно прошел все экспертизы. Опять к этим пресловутым бордюрным камням. Сейчас какое у нас положение? Ну, у нас подрядчик по новобульварной Интека-1, Августин Дмитриевич Бадасян. Есть даже видео того, как мы выпиливали кубики и стройсервис их проверял. Там можно по видео увидеть, что они соответствуют качеству, которое мы предполагали. Мы закладывали бордюр Б-30, марку бетона и Б-30, он соответствует. Документы нам в комитет представлены синими печатями о том, что бордюр испытания прошел. Кроме волшебно окрепшего бордюра, есть еще и асфальт, укладывая который, можно не думать о местных жителях. Почему в последнее время началось так, что мы днем на территории никого нет, а ночью ведутся работы? Ночью. В 2 часа 20 минут, а там погнали, асфальт катают, кричат, техника есть и так дальше. Почему? Ну и пусть ночью будет сложиться по факту, да? По факту ложится асфальт? Асфальтные заводы проблемы, там очередь стоят. Людые. Уважаемые, вот слушаю, слушаю уже час, слушаю, я понимаю, это ваши проблемы. Вы зашли на контракты, а не депутаты. Поэтому вас и спрашивают. Ну и ладно. Что мы и ладно-то? Я... Вы дом меняете разговаривать? Об общем. Да, вы научитесь разговаривать. Об общем. Об общем. И вообще, почему Линтека работает, когда у нас парк угольщиков забаленный, а? Парк угольщиков, когда дохажете, тогда и будете разговаривать. Следствие, будет видно. Александр Викторович, давайте я прокомментирую для всех присутствующих, в том числе для журналистов. Это просто ответ на вопрос Чубенькова. Нет, это не ответственно. Есть ли мне или нет? Есть подрядчик? Я вам отвечу так. Так, изначально, когда мы разыгрывали аукцион по железнодорожному и центральному району, по Ингодинскому и железнодорожному району, у нас Интека подтвердила свой опыт работы контрактом по парку угольщиков. Мы их отклонили. Интека была подана жалоба в Уфас по Забайкальскому краю, и действия комитета городского хозяйства признали незаконными. Результаты аукциона отменили, мы заново объявляли процедуру. Поэтому здесь уже опыт имеется, и выразимся так, это не желание и не вина комитета городского хозяйства, что данный подрядчик работает. Мы все меры со своей стороны предпринимали. По поводу того, что в ночное время ведутся работы, со слов подрядных организаций, как только асфальт должен укладываться в горячем состоянии, и все, кто работает, это подтвердит. Завод дал поздно асфальт, подрядчики его забрали и поехали территорию асфальтировать. Но я вам могу честно сказать, вот я была на Карломарксе и так далее, там, где вроде бы наши общественники говорили о том, что жители против, я спрашивала специально людей пожилого возраста, потому что, ну, как бы, они с чутким сном. Мне сказали, что им без разницы, лишь бы был асфальт. Я лично интересовалась, чтобы с подрядчиками провести работу. А вот вы понимаете, разрешите, Андрей Викторович, до чего доходит у нас уникальная ситуация, ну, я надеюсь, тут сейчас и средства массовой информации, и присутствующие здесь скажут, это до какой степени надо народ замучить, что они говорят, да мы готовы ночью, лишь бы положили. Вы понимаете, до чего доходит, невзирая на федеральные законы, законы Забайкальского края о тишине, там, и так далее, и так далее, и так далее. Они говорят, господи, да хоть бы сделали. Потому что, во что же вы превращаете-то нас? Я имею в виду нас, подразумеваю, например... Я прошу прощения, получается так, у нас есть не жилищная инспекция, а в администрации, как у нас называется организация наша? Контрольная инспекция, да? Если человек будет 12 часов злоупотреблять алкоголем, да, кочевряжется и веселится, мы приедем, его оштрафуем и отвезем в места не столь отдаленные. А здесь получается, ну, нет выхода. Нету? А сроков сколько прошло? Я как бы с вами не соглашусь, и у вас личный опыт имеется, когда ваши сотрудники и ваши управляющие компании вызывали в полицию в ночное время, что укладывала Интека асфальт. Но, во всяком случае, есть штрафные санкции? Нету. Отпустили, дальше укладывают. Интека вообще молодцы. Молодцы. И на существующий порядок никак не повлиять. Терпите, читинцы. Объемы у всех разные, поэтому, как бы, сроки исполнения разные. Мы, понимаете, основанием для включения того или иного подрядчика на данный момент в РНП нет. Работы ведутся, там дается время для устранения нарушений в течение 10 дней. И, как я уже сказала, все дворы, они на финальном исполнении, то есть, по сути, им нужно положить асфальт. И каждый из подрядчиков подтвердит, что ему надо буквально 10 дней, в течение которых УФАС принимает решение, да, включение их в РНП или нет, чтобы устранить все недостатки. Более того, всем выплатят деньги. За простои, за разгромленные дворы, за упущенные сроки. А иначе подрядчики ничего не будут доделывать дальше. Первые десятки миллионов за работы будут выплачены уже на этой неделе. Территория закончена. Но есть спорный момент, допустим, по бордюрному камню. По факту территория закончена. И тут мы можем тогда частями разделить работу и платить. Но, допустим, мы не можем платить, если асфальт не положен, и за бордюр мы будем платить. То есть, когда территория полностью закончена, но есть какие-то спорные моменты, мы можем разделить поэтапная оплата по видам работ. Это законодательство не нарушает. Ведь основное – это не потратить деньги, а принять качественные работы и оплатить их. А то, что, конечно, если подрядчики допускают какие-то замечания, это уже качество подрядных организаций. В принципе, мы в прошлые годы делали дворовые территории, там задержек не было, по качеству вопросов такого не было, но, соответственно, оплаты шли нормально. Поэтому только с этим связано. Андрей Викторович, сейчас ни в коем случае не стоит вопрос о том, что давайте быстренько, мы, конечно, можем взять сейчас чуть ли не авансом все деньги выдать и отчитаться перед вышестоящими организациями о том, что денежки освоены, давайте еще у нас тут есть желающие их скушать. Нет, ни в коем случае. Сейчас, наконец-то, может быть, впервые за последние годы, особенно когда вот эта началась вся история с бордюрами, мы собрались и решаем вопрос. И хотели бы, чтобы мы получили за наши деньги, мы, я имею в виду, горожане, качество в первую очередь. Качественно и в срок. Все хотят этого, но не очень получается. На этом собрании, понятно, погремели и будет. Подрядчиков дождутся, дворы примут и всем заплатят, несмотря ни на что. Вячеслав Барнинский, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ.